Да, друзья, всем привет! Это спонтанное некоторое видео, даже аудио, будет записано для подписчиков, для всех моих каналов. То есть смысл заключается в том, что в ближайшее время я буду проводить прямые проработки с вами, да, то есть со слушателями или с подписчиками моими. И в прямом эфире мы будем работать с блоками, с убеждениями и так далее. То есть сегодня я хотел именно рассказать ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание и с чем необходимо работать в первую очередь для того, чтобы изменить свою жизнь. Наверное, очень много вы слышите в последнее время, да и в принципе давно такая тема, что нужно развиваться, нужно работать над собой, вот, нужно саморазвиваться, нужно самосовершенствоваться, да. И когда задаешь вопрос, а как вы самосовершенствуете, люди очень часто отвечают на вопрос, ну мы книги читаем, мы там на тренинги различные ходим. Вот, и перед тем, как вообще начинать саморазвиваться и как бы пытаться это делать, необходимо первое, что сделать, это поставить себе цель. А для чего я вообще хочу развиваться? То есть цель моего саморазвития, она какая? Зачастую люди не ставят эту цель и поэтому они образовываются, они читают очень много книг, складывают различные сертификаты, различных там тренингов и так далее. То есть там получают корочки психологов, еще кого-нибудь, но их жизнь не меняется. Почему? Потому что цель была либо вообще не поставлена, либо поставлена, то есть саморазвитие по поводу саморазвития. Но не по поводу улучшения жизни, то есть в плане денег, в плане материального, да, какого-то достатка. То есть цель не была поставлена. То есть для чего вы развиваетесь? Ну человек говорит, не знаю. Соответственно, когда цель неизвестна, злоупотребление будет всегда. То есть человек будет метаться из стороны в сторону, он будет обучаться всему, тем самым забивая свою голову и жизнь его будет совершенно не меняться. Приведу вам несколько примеров, почему информация, да, то есть вот просто самообразование, оно никак не повлияет на вашу жизнь. Вы можете прочитать очень-очень-очень много книг, там сотни книг, но жизнь она как была, так и останется в одном и том же ключе. Дело в том, что огромное количество людей знают о том, что нужно там бегать по утрам. Но как эти знания позволяют им вставать утром и каждое утро бегать? То есть знания есть, но человек не способен многие знания вообще применить в своей жизни. То есть многие прочитали кучу интересных книг по психологии, как выстроить отношения в своей семье, там доверие какое-то, да, там создать. В итоге у них не получается это сделать. То есть теории, все как бы звучит здорово, классно, на практике применить почему-то не получается. То же самое касаемо денег. То есть очень много сегодня там литературы направлено на достижение каких-то результатов, успеха, там люди массово идут в какие-то различные сетевые компании, да. Но знаний очень много, а подключить никого не получается и добиться какого-то результата тоже не получается. То есть не получается продавать, не получается деньги как-то, капитал создавать. Причем знания-то есть. И когда мы сталкиваемся, да, вот с вот этими примерами, что у людей сегодня знаний очень много, то есть применить не получается. Что же не дает применить эти знания? Не дает применить эти знания наши внутренние блоки, программы, да, которые отвечают за нашу модель поведения. Например, если говорить про какую-то семейную, личную жизнь, очень часто ко мне обращаются. В основном это девушки там после разводов или перед разводом, да, когда уже там все состояние уже никакое. То есть они говорят, этот вот там скотина, он мне испортил всю жизнь и так далее. То есть там идут критика исключительно мужчины по поводу того, что он испортил всю свою жизнь. То есть, но нет вот этого, знаете, понимания того, что это же вы, да, там, к примеру, выбирали этого человека. Это же вы, то есть какие-то ваши убеждения, программы выбрали жить именно с этим человеком и страдать в данный момент, время. И можно очень много кого-то там обвинять и говорить, вот он там такой-то, такой-то. А можно себе задать вопрос, а почему я вот на данный момент сейчас выбрала страдать? То есть какие мои убеждения, программы заставляют меня жить с этим человеком? То есть и с одной стороны у нас есть понимание того, что с этим человеком я страдаю, что так жить больше нельзя. Но нету действий по поводу того, что взять и уйти из этих отношений, выйти, понимаете? То есть и опять вот по поводу саморазвития, самообразования, мы идем к тому, что информация, она очень много переоценена. То есть мы многие знаем, как нужно поступать в тех или иных там сферах, в тех или иных там ситуациях, но почему-то не можем это сделать. По причине того, что в нас внутри заложены в программы убеждения, которые намного сильнее, чем наше с вами сознание, наше знание и наше понимание. То есть мы все равно будем делать так, как мы изначально были запрограммированы. Друзья мои, поставьте какую-то там, я не знаю, циферку один, кому вообще интересна вот эта тема, о том, с чем я сейчас говорю. Потому что дальше мы будем говорить именно с каких программ нужно начинать работать для того, чтобы менять свою жизнь. Ну все отлично, вижу единичку. Супер. И поехали дальше. То есть давайте поговорим про программы, которые необходимо будет менять и в принципе приходить ко мне на проработки. То есть желательно приходить уже подготовленным для того, чтобы не саморазвиваться, это дополнительно какой-то там диплом получить или дополнительную там галочку себе поставить, что я там прослушала какой-то курс, а действительно прийти и поменяться. Первое, какие программы очень сильно отвечают за нашу модель поведения и принятие решений, это программы, которые мы получили от родителей, которые вшиты в нас с момента самого зачатия. То есть вот как только мы зачинались, нам уже изначально в подсознание сформировали убеждение нашей мамы и нашего папы и даже их там бабушек и дедушек и так далее. То есть это через яйцеклетку, сперматозоид идет генетическая память, которая позволила нашим родителям выжить и дожить до того момента, когда они нас зачинали. Соответственно, как работает генетика? Если вы, к примеру, садите картофель, то из картофеля появляется что? Картофель. То есть апельсины, не мандарины. Почему? Потому что есть генетическая память. То же самое происходит и с вашими родителями. То есть когда вас зачали, вас родили, воспитали, то вас максимальное количество убеждений, программ засунули ваши родители. То есть вот вы состоите из убеждений и понимания и мировоззрения ваших родителей. И первое, с чего необходимо начать, это проанализировать жизненный результат ваших родителей. То есть, к примеру, насколько ваши родители были успешны в семейной какой-то жизни. То есть какие там именно результаты были в семейной жизни. То есть если результаты были негативные, то, как правило, ребенок берет эти негативные сценарии и реализует свои жизни. Ну, к примеру, очень часто, когда мы там общаемся с людьми в какой-то проработке, то есть у них родители, к примеру, ссорились, кричали, ругались. И они взяли модель, что вот это и есть любовь, это и есть нормальные семейные взаимоотношения. И они эту модель поведения перенесли на свою собственную семью, где у них там разговор на матах идет, общаются. И дело в том, что их подсознание считает, что это вот есть настоящая семейная жизнь, настоящая любовь, потому что этот образ они получили от своих родителей. Это касается и денег, и здоровья, и всего остального, то есть отношения к жизни. К примеру, если родители пили, вели какой-то, ну, там, курили, то есть это программа нежелания жить. То есть когда взрослый, да, там, родитель, он по себя по чуть-чуть убивает, и он всячески будет трансферовать это нежелание жить. Соответственно, люди с этой программой убеждения, они, как правило, не достигают каких-то целей, задач, потому что им тупо неинтересно жить. Там сплошная депрессия, да. Скорее бы уже отмучиться и, ну, как бы свалить из этого тела. Ну, свалить-то из тела можно. Единственный момент, что вам придется снова перерождаться, опять снова проживать, прорабатывать эти же программы. И так, и до бесконечности, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь и так далее. Поэтому первое, когда вы приходите, да, на проработку, обязательно подумайте и составьте список вот этих вот убеждений, программ родительских, которые на данный момент, как вы считаете, сейчас вы перенесли там в свою, да, жизнь, и это сейчас на вас влияет. Следующее, да, с чем рекомендуется поработать, это такие серьезные, как бы, психотравмы, которые на данный момент блокируют достижение каких-либо ваших целей. То есть как это примерно работает? Работает это следующим образом, что если, к примеру, у вас сегодня проблемы с деньгами, то зачастую это сопровождается некими психотравмами, которые вы получили либо недавно, либо достаточно давно, в раннем детстве. И это на сегодняшний день тянется вот до сегодняшнего дня, и это на вас влияет. Как это работает? Это работает следующим образом, что очень часто в регрессии мы смотрим, откуда появилась, там, допустим, страх денег, или вот этот вот там, страх вообще перед тем, чтобы иметь деньги, страх заработать деньги, страх накапливать деньги, или у человека есть убеждение, что вот от денег нужно обязательно избавляться, срочно и так далее. То есть очень часто в регрессии взрослые люди видят себя детьми, то есть из подсознания достается образ, когда они там в детстве теряли какие-то деньги, и их за это наказывали. И ребенок связал наказание и деньги, то есть он не связал, что он там потерял деньги и так далее. То есть связано конкретно это убеждение, формируется очень сильная программа из детства, так как подсознание вот в детстве, там формируются фундаментальные вещи, на котором уже строится фундамент наших убеждений, программ. И первое там, одни из самых первых убеждений человек в детстве получил, что деньги это опасность. И если у меня будут деньги, я могу их потерять, и меня за это очень сильно накажут. Соответственно, ребенок, вырастая уже в взрослом возрасте, делает все, чтобы у него денег было либо по минимуму, либо не было вообще, почему? Потому что за это вы могут наказать, да? Далее там люди уже в взрослом там каком-то возрасте, они вкладываются в различные хайпы, пирамиды и так далее. То есть теряют там огромное количество денег. Буквально недавно мне приходилось работать с человеком, который там долги под миллион вложенных там кредитных денег в какую-то компанию, которая только закрыла. Мне приходилось работать с людьми, которые там потеряли и 5 миллионов рублей, и потом, когда компания закрывалась, они хотели покончить жизнь самоубийством и так далее. То есть это что? Это психотравма, которая связана с потерей денег. То есть подсознание, оно настолько сильно вот этого не фильтрует, что вы страдаете из-за того, что вы потеряли деньги или за то, что у вас их нет. Оно конкретно воспринимает. Так, деньги негативные, ощущения, травма, боль, нежелание жить и так далее. То есть значит нужно сделать так, чтобы у человека вообще не было денег и так далее. То есть в прогрессии все эти моменты, они очень достаточно просто переписываются и можно за буквально 20 минут сделать больше, чем вы сделаете с различными психологами за 20-30 сеансов. Поэтому в ближайшее время мы с вами начнем эфиры, прямые эфиры, в которых будем работать с вашими убеждениями и программами. И было бы, конечно, здорово, если бы у вас уже сформировались конкретные запросы до эфира. И вы бы написали в комментариях под этим аудио, что бы вы хотели бы проработать, что бы вы хотели бы решить. Всем спасибо за внимание, за то, что послушали сегодняшний эфир и запись эту. И обязательно с вами увидимся в ближайшее время на эфирах.